Почитав деньги в карманах, к концу года россияне очень ясно ощутили. Зарплата та же, но купить на нее можно меньше. Рубль падает вслед за ценой на баррель и вздрагивает в ответ на все мировые катаклизмы. Форбс представил ударников года. Тех, кто деньги делал, а не терял. И лучшей страной для бизнеса стала Дания. Лучшим вложением денег кубики Лего. Они растут в цене, в отличие от акций нефтяных компаний. Лучшим стартапом фирма, выпустившая свою версию роботов для звездных войн. То есть ставить уже надо на непривычное и надеяться только на углеводороды нельзя. Моя коллега Наталья Семенихина разбиралась, как реагировала российская экономика на этот четвертый за четверть века кризис. Ведь скептики уверяют, на рынке нефти идеальный шторм. И когда он прекратится, уже никто не загадывает. Он начал год, пожалуй, в худшей своей форме. В него не верили не только инвесторы, но и те, кто далек от валютных баталий. Ослабевшим рублем манипулировали спекулянты всех мастей, от биржевых до магазинных. Одни играли на понижение курса, другие на повышение ценников. Как на дрожжах, везде ценники выросли. Как хочешь, так и живи. Страшно в магазин заходить, вы отучите людей ходить в магазины. Прокурорские проверки тут сделали свое дело, а через три месяца в излишнем пессимизме признались и финансисты. Оказалось, санкции, перекрывшие западные кредиты, можно обойти за счет собственных ресурсов и рыночными методами. А плавающий валютный курс Центробанк отказался гасить нервозность бирж из резервов. Серьезная поддержка для бюджета. Ведь сколько бы ни стоила нефть в долларах, в рублях по курсу ее цена примерно одинакова. Зависимость нефть дешевеет, рубль слабеет. И наоборот, весь год во всех обменных пунктах страны. Это дно или есть еще куда падать? Вопрос года на нефтяных площадках. По меньшей мере дважды эксперты говорили, дальше некуда и ошибались. Минимумы 2008-го повторили не раз, на мгновение вернулись в 2004-й, где бренд по 36 долларов за бочку. Это при том, что для труднодоступной нефти сланцевой, битумной, шельфовой и 70 не лучшая цена. Хранилище забито под завязку, но предложение сырья не падает. Идет борьба за доли рынка. В ожидании иранской нефти Саудовская Аравия и Ирак активно демпингуют. ОПЕК подливает масло в огонь. Наше общее решение оставить добычу нефти на прежнем уровне. К экспортерам присоединились Соединенные Штаты. Снят запрет на вывоз нефти из страны, действовавшей 40 лет. Первая сделка есть, но эксперты не ждут, пока притока сырья на рынке сейчас невыгодно. И эту новость биржи быстро переварили. А тут еще одна. Впервые с 2006-го Федеральная резервная система, американский Центробанк, повысила ставки. Не резко, на сотые доли процента. Но дав понять, продолжение следует. Доллар будет укрепляться, если все пойдет по плану. Но планы, как показал год, сорвать может и простая китайская бабушка. Вы посмотрите, что творится. После падения должно расти. А тут такое. Площадки Поднебесной пережили гигантскую распродажу. Запаниковали частные инвесторы. 80% из них не профессионалы. Пытались заработать, скупая дорожающие акции. Надули пузырь, который начал сдуваться. И чтобы не лопнул, брокерам приказано было поддержать бумаги национальных корпораций. Успокоили домохозяек, но не экспертов. Фондовый рынок лишь один из сигналов. Вторая экономика мира замедляется. Будет резкое торможение. Мирового кризиса не избежать. И вот уже Запад не обращает внимания, как там формируется курс юаня. Лишь бы Китай держался. Юань теперь и в корзине МВФ. Наряду с долларом, евро, британским фунтом, японской иеной. Ахи! Под охи большинства Греция в этом году чуть не вернулась к Драхме. Охи в переводе нет. Нет, сказали на референдуме греки кредиторам, требующим жесткой экономии в обмен на новую порцию денег. Так и вышли на порог еврозоны. Постояли, испугались, сделали шаг назад. Но напугали и большую Европу. Ладно, Греция, она вершина долгового айсберга. Испания, Португалия, Ирландия, Италия, Франция, кстати, тоже в долгах. Стоит отпустить Грецию и кто следующий на выход. Кризис в Европе тужит по-американски. Включили печатный станок, скупают у банков в гособлигации. Это ослабляет евро, облегчает обслуживание долга. И, по идее, долгает застоявшуюся экономику к росту. К концу года ждали даже паритеты евро к доллару. Но это еще один несбывшийся прогноз. Рост промышленного производства – первоочередная задача для российских властей. Этот показатель нашей экономики во многом завязан на нефти. По полцвенится вместе с ценами на сырьевых биржах. Для разворота нужны деньги. Центробанк в течение года снижал ключевую ставку, от которой в итоге зависит процент по банковским кредитам и для бизнеса, и для граждан. В декабре прогнозировали очередное смягчение, но дешевеющая нефть продиктовала свои условия, чтобы поддержать рубль и не подстегнуть инфляцию. А чем ниже ставка, тем больше денег на рынке. Ключевые 11% пока оставили. Из-за высоких ставок снижается закредитованность россиян. Не каждый решится сейчас копить долги. И не каждому еще одолжат банки. Им бы со старыми просрочками разобраться. Так называемые плохие долги граждан, в задержка выплат, по которым больше трех месяцев, перевалили за триллион рублей. Плюс треть за год. Как это не звучит, этот грубый, как стыдно. Ну, сейчас, на данный момент, я банкрот. Стыдно, не стыдно, но если отдавать нечем, заявить об этом в суде, как шанс закрыть проблему. В силу вступил закон о банкротстве, должник вправе теперь сказать кредиторам «Возьмите, что можете» и «Простите долги». Первое громкое «Простите» на 286 миллионов долларов, больше 20 миллиардов рублей, уже прозвучало. Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов признан банкротом. За долги он уже лишился бизнес-центра на Красной Пресне, ресторана «Прага», отеля в Турции. Теперь и другое его имущество должно быть продано. По закону, банкротом оставляют только жизненно важные вещи и единственное жилье, если это не просроченная ипотека. У тех, кто занимал в валюте, тут серьезные неприятности. Из-за ослабевшего рубля платежи, они же в рублях, резко выросли. Квартиры, напротив, в долларах подешевели. И даже отдавая жилье банку, заемщик часто не покрывал долг. В случае же банкротства остатки списываются. Но пока суд доделал, каждый шаг нужно согласовывать с финансовым управляющим. И за границу ни ногой. Куда обиднее, когда нелетная погода не по своей вине. Своим банкротством вторая крупнейшая авиакомпания России, Трансайро, заставила понервничать 600 тысяч пассажиров, купивших билеты на рейсы, в том числе туристические, чартерные, которые отменили. Большинство, впрочем, улетели аэрофлотом, другими компаниями. А Трансайро долгами в 250 миллиардов рублей прибито к земле. И хоть пытается оспаривать банкротство, под исками кредиторов вряд ли уже взлетит. Но не только ее клиентам пришлось менять планы на зимний отдых. Египет, самое популярное у россиян направление, закрыто из-за теракта на борту чартера Кагалымавия. Из-за сбитого Су-24 про русский язык придется пока забыть Турции. Хорошо. Что вы били? Один доллар. 10 миллиардов долларов ежегодно зарабатывала Турция на российских туристах. Теперь не будет. Хотя и нашим туроператорам прерванные отношения денег стоят. Потери на египетском и турецком направлениях эксперты оценивают в 400-500 миллионов долларов. Но если в Египте сейчас высокий сезон и трудно найти равноценную замену, Турция зимой почти не востребована. Есть время переключиться на другие маршруты, поискать альтернативу полюбившемуся All-Inclusive. Рассчитываться за путешествия и за все остальное можно теперь карты национальной платежной системы МИР. Массовый выпуск в 2016-м 7 пилотных версий презентовали в декабре. До этого перевели все расчеты внутри страны по визе и мастер-карт из американских центров в российские. Пять лет обсуждали, за год сделали. Вовремя. Новые санкции против банков, имеющих отделение в Крыму, не превратили карты в кусок пластика. На территории страны, а тут львиная доля расчетов, работают. На очереди и собственные рейсинговые агентства, чтобы иметь отличный от западного, но при этом авторитетный для инвесторов взгляд на финансы, в том числе российские, которые еще в начале года, при ведущих агентства мира, всех слову, американские, понизили в статусе. Для так называемого мусорного уровня, предполагающего риск дефолта. Для страны с минимальным госдолгом и солидными золотовалютными резервами сейчас больше 360 миллиардов долларов, по меньшей мере, странная оценка. Правда, в декабре одну из агентств Мудис повысила рейтинг до стабильного, признав улучшение ситуации с долгами российских корпораций. За год долги наших компаний сократились почти на треть, что снижает уязвимость рубля. Банковский сектор зачищают от откровенно слабых или недобросовестных игроков. Минус почти 100 лицензий. Больше отзывали только в 90-е. Бюджет 2016 жесткий, реалистичный. Еще на год заморожены пенсионные накопления. Индексация текущих пенсий пока 4%. Будут деньги, добавят. Нефть считали по 50 долларов за баррель. Это в среднем за год. Но есть и план «Б». Если задержатся в районе 40, бюджет переверстают. Власти не скрывают. Ситуация сложная. Но подчеркивают, не критическая. Год назад было тяжелее. Наталья Семенихина, Ирина Близнюк, Виталий Зайцев. Первый канал.